всем привет с вами олег и валя друзья напоминаем мы сейчас отдыхаем в турции кимирская область поселочек бельдиби и мы в отеле ака антедон отель сейчас работает на зимней концепции и мы сегодня расскажем что где и почем что скажешь про атмосферу отеля природу про красоты ребята для начала могу сказать что в данный момент здесь для нас продолжается реальное лето мы сейчас сидим на нас бьет не прямое солнце из-за дерева ну реально просто жарко и слепит просто слепит но для картинки мы уже страдаем море реально теплая мы сегодня с вами пройдемся по пляжу покажем вам пляж как в межсезонье то есть даже не в межсезонных как в не сезон работает пляж в отеля ака антедон покажем как уже сказали море померяем температурку много ли людей купается загорает да и вообще заполняемость отеля насколько думаешь в данный момент заполняемость я думаю небольшая работает насколько я понимаю один корпус из трех это он не заполнен людей в ресторане допустим немного но будем так как называются люди которые любят когда немного людей ну я поняла друзья нас это устраивает когда немного людей потому что мы были в отеле где было много людей это допустим штагенбергер месяц назад с ликером кстати друзья мы начинаем вещать с местного старбакса у нас за спиной кофейня далеко не в каждом отеле есть такая кафе претто кафе претто претто бобеда которая здесь отель называет его местным старбаксом потому что делают кофе вроде бы какое закажете такое сделаю здесь кофе есть со всего мира и бариста здесь очень-очень на опыте вот нам он сделал фирменный кофе с названием кофе антедон антедон но что не подумала валья попробовала оказывается он со спиртным само утро спиртное 6 и сильно крепко ну кто любитель кстати мужчины вот вам вариант пойти выпить чашечку кофе кстати насчет алкоголя если уже плавно подошли алкоголь здесь мы конечно особо разносолыми алкогольными не пользуемся вино здесь зачетное пиво здесь тоже неплохое и ящу пью иногда виски колу то тоже самое нормально ну допустим египетским сравнить нельзя мнение нет вообще никакого сравнения здесь даже бутылки спиртного похоже на импортные узнать и мне очень нравится когда взяли мы дальше здесь вот такая гора сливок была ваша здоровьечка так как оно спиртное я хочу сказать что если будете здесь обязательно попробуйте фирменный кофе антедон почему потому что спиртное здесь ликер он придает как бы горчиночку или как это сказать он такую именно за изюминку немножко щиплет язык но очень приятно в общем кофе мы разрекламировали кофейню отеля а теперь пойдем смотреть дальше набережную море солнце и горы ребята горы здесь прямо вот так вот кажется можно рукой схватить напоминаю горы здесь максимально близки к морю поэтому вы наблюдаете и море и бассейн и горы и это действительно красота просто неимоверная красиво красиво так что не бойтесь приезжать сюда в зимние периоды не бойтесь не хочется сказать погоду не хочется сказать здесь настолько кайфово блин честно реально действительно здесь горный воздух воздух перемешан горных сосновым по что здесь очень много сосен и морского ребята здесь просто три в одном мне кажется три в одном кстати мне кажется что связи с корона вот мы допустим переболевший для легких это очень полезно да ну что будем менять картинку за нами и поехали и слева уже начинается набережная отеля начинается пляж уже загорают и отдыхают люди отель находится в небольшой бухточки если вам видно камни которые разбиваются большие волны а за ними маленький порт марина дальше у нас идет пляж риксоса бельбеди ну и пляж отеля аки смотрите какой он широким смотрите какие прекрасные виды какое небо синее какое море голубое или наоборот в общем люди уже по вылазили со своих номеров позагорать почилить расслабиться как видите пляж довольно широкий обязательно спустимся туда поближе и покажем все в реальном времени какая водичка какие волны сняли уже накрытие видим все это сейчас будем смотреть ну и конечно же пройдемся по прекрасной набережной отеля она не маленькая а еще вдоль всей набережной высажены пальмы красивые зеленые огромные пальмы прям как на набережной в батуми можно сравнить да ребята могу сказать одно что отель как бы самодостаточный если вы не любитель выходить за территорию отеля там ходить по магазинам смотреть какие-то красоты там экскурсии я хочу сказать вам что здесь в отеле можно спокойно и прогуливаться мы даже видели что люди занимаются спортом то есть бегают по набережной ну здесь есть чем заняться ребят зимняя концепция отеля а людей в отеле очень много поверьте ребята за такие деньги сюда стоит приехать а вы говорите зимний отдых выброшенные деньги в турции нет ни в коем случае так не думайте особенно если вы не очень любите горячий воздух жари ищу там горячее море то зимой отдыхать в турции самое она я бы даже что сказал если вы часто сгораете на солнце то в это промежуток времени вы ребята здесь не сгорите согласись вольт да здесь даже убрали накрытие на всех зонтиках потому что она здесь не нужно солнце не палит а очень ласково греет загореть тоже можно уж поверьте дужки на пляже работают охранник тоже работает не охранника спасатель до зимняя концепция конечно это зимняя концепция обратите внимание здесь не работают бары здесь закрыты снег не работает но бар возле пляжа есть просто нужно немножко пройти на территорию отеля ну что пошли спустимся померяем температуру сым покажем из чего состоит песок не песок до центральный вход смотрите с колясками очень удобно заезжать на пляж ну и людям с ограниченными возможностями кстати хотя спуска я не вижу в море возможно его на зиму убрали может быть может быть души раздевалки дорожки деревянная знаете зачем такие дорожки нужны а зачем я даже не познаю вот такие деревянные дорожки кладут чтобы ты не ходил по раскаленному песку логично дерево так смотрите давай покажем чего состоит пляж вообще в принципе то тут крупный песок да можно сказать смотрите две трети пляжа состоит из песка то есть можно спокойно ходить босиком дальше ближе к воде уже мель мелкая и крупная галька то есть там уже ну наверное все таки у кого чувствительные ноги рекомендуем наверно коралки до одевать коралочки потому что вход в море тоже немножечко немножечко каменистый не крупный камень но он там есть босиком туда зайти проблематично ну давай уже подошли к пирсу давай покажем пирс ребят смотрите зимняя концепция в отеле наступает с 1 ноября если вы хотите попасть на полностью на ультра все включено вам нужно здесь быть до 1 ноября потому что с 1 ноября концепция всех ультра все включено переходит во все включено и соответственно убирают шезлонги и как вы видите полностью разобрали пирс хотя я думаю здесь очень шикарный пирс посмотри какой он огромный я думаю там все в лежаках и кстати я заметила с правой стороны от отеля шезлонги даже не выставляли а выставили все с левой стороны их не так много но и для всех хватает сегодня много людей как видим чудесные горы всегда ими наслаждаемся ну прям радует это сейчас вы виды мы покажем уже ты начала про шезлонги покажи какие здесь шезлонги это тоже немаловажно потому что у некоторых отелей шезлонги какие-то просто неподъем древнегреческие да да здесь современные легкие шезлонги я спокойненько одной левой могу его перенести и поднять кстати это сезоне на которых мы вчера отдыхали да кстати мы собственно говоря на них наверно сегодня и повесим а сейчас ищем крабика идем мерять водичку но купающихся довольно много а что это значит ребятки а это значит что море теплое а а я тебя строгать и а а и и и и и Что там с температурным режимом, Валечка? Море неизменно 22,5 градуса. Да, 22,5. Оно очень теплое. Я только что постояла в воде, привыкла моментально. Это как в Египте зимой в шарме. Мы же купаемся. Почему нет? Я сейчас, наверное, окинусь. Везучая ты. А ты без купальника. Ребята, я купаться не буду. Я, к сожалению, сорвал спину. Теперь просто еле передвигаюсь. Из-за этого я не хочу спину переохлаждать. Хоть море и теплое, но, ребята, сейчас Валя... О, ее чуть не смыло волной. Сейчас Валя пойдет, покупается, а я посмотрю и попускаю слюнки сдалека. Отдыхаем, загораем. Водичка шикарная. И на море можно не только насладиться морем, купанием и солнцем, а еще можно покормить чаем, баклана и птичек. Иди сюда. Давайте, бросим. Так что, с ресторана возьмите с собой пару булочек. Вам не сложно, а им приятно. Что ты хочешь? Ты уже наеденный. Ой, ты вообще бесстрашный. Держи. Так близко подошел. Держи. Такие звуки издают. Ой, это сбежит, сбежит уже. Класс. А, кстати, чем Олег тут занимается? Он висит в телефоне. Потому что по всему пляжу, как и по всей территории, есть Wi-Fi. Отлично, шикарный Wi-Fi. Даже можно смотреть YouTube. Тут после центрального входа на пляж идет правая часть. Правый берег, так сказать. И слева и справа есть вот такой деревянный помост. Что очень удобно. Здесь тоже люди ставят шезлонги. Если вы не любите море, купаться, идти, ноги в песке, то вам здесь отдыхать. Спуститься тоже можно. Ступеньки есть. И, как я уже говорила, все навесы сняты. Потому что они не нужны в такое время года. Солнце очень-очень приятно и мягко греет и светит. Вот, видите, люди отдыхали. Сразу идет зеленый газончик. И за ним набережная продолжается. А мы пойдем вдоль, вдоль пляжа. Время обеденное, поэтому людей не видно вообще. Птички бегают. Вот их здесь очень много. А я вижу впереди, скорее всего, это были шатры. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Ну вот это классная идея с деревянным полом. Это очень удобно. Также здесь кабинка для переодевания. Ступенечки. Да, это были шатры. В летнюю концепцию отеля они здесь стояли. Их тут штук 10-12 точно есть. А еще есть вот такие вот деревянные с накрытиями. Это уже веранды как-то. Веранды, да. Наверное, здесь когда-то курили кальян на ковриках и на подушках. Возможно, это тоже. Вот тут где-то лежишь, вот тут накрываешь, отдыхаешь. И вдали точно такие же беседочки огромные. Ну, наверняка это 100% платное, я думаю. В любом случае. Вот, еще раз вам море. Вы просите почаще море? Пожалуйста. Мы решили пройтись все-таки по набережной. Показать снова эти классные, обалденные пальмы, сосны. Отель вообще, в принципе, с очень зеленой территорией. Все газончики прям выстрижены, вылизаны, зелененькие. Да, конечно, солнце сейчас не палит, и это плюс для садовников. Вот эти беседки, которые я вам показывала издалека. Ну, это прям вообще такие огромные-огромные кабины, шатры. Набережная скоро заканчивается, и начинается, наверное, территория другого отеля. Если не ошибаюсь, мы с этой стороны соседствуем с отелем Катамаран, который, кстати, закрыт. Анимация закрыта в зимний период. Что у нас еще есть на пляже, что можно посмотреть, показать. Ой, вот это классная... Альтаночка такая. Панорамная альтаночка. Берете вечером бокальчик Рузе. Рядышком лохматите котика, потому что их тут много. И просто сидите и наслаждаетесь морем. Класс! А это что? Спорт. Это что-то из клуба, скорее всего, какого-то дайвинг или... Да. Скутеры вот стоят. Да-да, это что-то водное. Здесь, да, были водные развлечения. Слушай, какой здесь эхо. Всем привет! Привет! Вот так, друзья, выглядит пляж. Пляж отеля Ака Атедон. В зимний период, теперь вы знаете, если вы сюда приедете отдыхать, как это примерно выглядит. То есть, инфраструктура здесь уменьшается, в принципе, до шезлонгов, до столиков, наверное, и все, да? Да, официанты по пляжу уже не ходят. Бары, к сожалению, возле пляжа закрыты, но они есть на территории. Как тебе вообще пляж? Вот в целом, как ты считаешь, в сезон здесь весело? Обалденный пляж, он широкий, он длинный, не знаю, метров, наверное, 150 длиной. Больше, думаю, больше, да. Пару сотен, может быть, метров 300 даже. Ребят, мы не мерили, но так вот на вскидку, думаю, метров 300. Классный пляж и огонь просто. Ну, естественно, в летнее время будет шезлонгов гораздо-гораздо больше, так что, думаю, места хватит всем. Единственное, что, конечно, мне все-таки, кажется, надо коралки брать. Это так для уверенности. Хотя и без коралок, и мы заходили без коралок, и сегодня купались без коралок, по желанию. Но имейте в виду, если вам не нравится ходить по камням, лучше возьмите коралочки. Или, кстати, их можете купить здесь, здесь их полным-полно, там за пару-тройку, пяток долларов. И кому интересен отдых в зимнюю концепцию отеля в Турции, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка в описании. И с вами на позитиве из Кемера, вернее, Кемерской области, поселок Бильдиби. Были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok